Добрый день! У нас сегодня продолжается серия наших интервью у участников тренингов. Ирина Петровна Парункова сегодня любезно согласилась дать нам интервью. Спасибо за предоставленные возможности. Я являюсь руководителем группы фандрайзинга, отдела международных связей. И нашими ключевыми задачами является поддержка интеллектуального и какого-то специального среды в университете, которая бы позволяла нашим преподавателям, студентам активно участвовать в международных программах, проектах и иметь доступ к лучшим мировым практикам. Спасибо. И могли бы Вы ответить на вопрос, считаете ли Вы такого тренинга, в котором Вы принимали участие, полезными? И если да, то почему? Безусловно, эти тренинги являются полезными, потому что ключевыми участниками этих тренингов являются руководители, которые задействованы в высшем образовании и призваны привнести какие-то изменения в наше высшее образование. И, конечно же, это непосредственно влияет на формирование ветерских инициатив в нашем студенте. Ну и это как бы одна основная такая цель. А вторая цель – это, безусловно, то, что вот тот доступ к новым моделям управления и к тем новым эффективным методам управления, которые работают за рубежом и являются лучшими практиками, мы имеем к ним доступ. Это, безусловно, является таким достаточно серьезным аргументом в пользу этих тренингов. Вот как раз следующий вопрос будет связан с тем, что Вы сказали. Почему Вы считаете лидерство в образовании особенно актуальным и важным для Украины, для ХПИ, для Украины? Ну, почему? Ну, на самом деле, как бы, я так думаю, что в нынешней ситуации разговор о новой элите является достаточно актуальным. Мы все понимаем, что элита, которая существует в нашей стране сейчас, она должна поменяться и должны вырасти новые лидеры, которые должны способны привести, наверное, нашу страну к тем изменениям, которые мы все хотим видеть. Безусловно, одним из ключевых вопросов, которые занимаются у нас в университете, это является то, что лидерство здесь у нас в УЗИ определено как одна из основных компетенций, которые должны быть воспитаны под специалистами. И поэтому работа, которая ведется в данном направлении по включению лидерских механизмов, она проводится достаточно велика, и здесь ведется она по разным направлениям, потому что есть студенческая работа для студентов, это как включение новых дисциплин, открытие новых дисциплин, это представление им возможности воспитать их личные лидерские качества, и точно так же, наверное, обратиться к каким-то, ну я не могу сказать, наверное, не очень правильно сказать, что это обратиться, а на самом деле изучить некие трансферсальные модули, трансферсальные знания получить, которые им потом будут необходимы. Точно так же работа ведется по направлению профессора в преподавательском составе, потому что воспитать будущих лидеров могут только люди, имеющие уже эти навыки и какие-то способности, потому что учитель должен передавать, наверное, но учитель должен передавать свои знания студенту, и если он их не имеет, то, наверное, передавать нечего. Поэтому опыт и свои лидерские качества, и умение понимания того, и видение ситуации, стратегическое мышление, все должно быть сочетаться, подаватели, администраторы и студенты должны, наверное, что-то перенимать в таком русле, в этом раме, если скажем так. Считаете ли Вы управление изменениями тоже актуальным в настоящее время для ХПИ? Естественно. Ну, дело в том, что управление изменениями всегда является актуальным и всегда наталкивается на некие сопротивления, потому что любое изменение, в первую очередь, наталкивается на сопротивление. И уметь ощутить ситуацию, воспитать лидерские качества, понимать, насколько важны видения на будущее, насколько важна стратегическая компонента, она должна быть воспитана. И поэтому здесь, конечно же, понимание всех этих вопросов и изменения в управлении, в управлении в частности, в управлении в целом, оно должно быть все-таки достаточно важным. Учитывая то, что, опять-таки, новое поколение лидеров должно вырасти, наверное, мы сейчас уже не, в данный момент не натыкаемся на такое сопротивление реформам. Мы понимаем, что эти реформы должны быть, и их кто-то должен делать. Спасибо. И еще один вопрос. Изменится ли что-то для вас после прохождения тренинга? Любое получение знаний – это прежде всего та большая или маленькая, но все-таки монетка в ту копилочку, которую ты уже имеешь. Поэтому я могу ответить так, что, наверное, после любых тренингов, и в частности после этих, утвердится моя личная позиция в необходимости развивать себя и образовываться. Хорошо. Спасибо вам большое за ваше время и за ваши ответы. Спасибо большое. Спасибо.